всем здравствуйте всем кто присоединился всем кто будет смотреть потом записи здравствуйте обязательно и сегодня мы про эмоции сегодняшний эфир мы решили посвятить теме эмоций эмоциональным сценарием и способом управления своими эмоциями и как обычно мы любим и не только свои поэтому будем разговаривать чуть-чуть более подробно что такое эмоции определять и ждем ваших вопросов по ходу эфира чтобы вы могли на них ответить о чем о чем хочется поговорить сегодня чем мы будем говорить сегодня существует наверное несколько различных подходов к эмоциям там разные можно использовать мы в большей степени наверное будем ориентироваться ну и вообще используем чаще то что описывал полка вот это прикольные эмоции они очень они очень здоровски мы ими и собственно говоря разными разными способами можно ими пользоваться семь базовых эмоций которые одинаковые для всех например да здесь как раз чем чем хорошие эмоции описанные полом эйкманом они выделены они просмотрены на большом количестве людей и собственно говоря они подтверждаются подтверждаются прям 8 по моему тысяч человек он опрашивал наблюдал включая включая людей из из необычных мест давайте так если если мы говорим да про невербалику про невербалику описанную аланом пизом то там где-то прям даже есть оговорочка у товарища пиза на тему того что это язык жестов которые вот в америке среди таких-то людей там белые протестанты с высшим образованием в общем вот такой вот на заре развития психологии в том виде в котором мы ее знаем сейчас классическая наша психология еще тогда возникал вопрос а зависит ли эмоции от культуры социального развития от цвета кожи и конечно же люди которые были учеными образованными считали себя элитой общества были категорически против идеи что люди низшего сословия тем более другого цвета кожи будут переживать точно такие же эмоции как они да это было вообще просто очень-очень культурным шоком а вот тем не менее а действительно исследование и большой вклад привнес в эти исследования полэтмен говорят о том что действительно базовые эмоции являются общим для всех людей и даже для приматов высших примат базовые как базовые как общность потому что мы сегодня разделим понятие собственно слово базовое используется немножечко в разных подходах к эмоциям с одной стороны вот они называются там базовые эмоции но базовые в смысле для всех одинаковые да и вот этот хорошо вот это вот наверное лучше бы называть сигнальными эмоциями они так они так правильнее да они так понятнее вот и обсудим поговорим про базовых эмоций человека конкретного человека базовые эмоции человека да и то что то что близко близко к тому что можно назвать эмоциональными сценариями вот 77 эмоций 7 эмоций полы выделил пронаблюдал отдельно интересно в книжке на самом деле почитать отдельно отдельно интересно как они пытались например корректные тесты составить для эмоций для их проверки у людей которые там какие-то аборигены какие-то которые вообще не в теме язык сначала надо было выяснить узнать да там на их языке что-то переозвучить написать в общем кому интересно почитайте книгу и она очень интересно вот 7 7 эмоций каждый из которых вот в этом вот в этом самом смысле рассматриваем как эмоции сигнальные но человек воспринимает мир каким-то образом то есть чек смотрит на мир то читает там глядит человек выделяет в мире какие-то объекты эти самые объекты он сопоставляет со своим внутренним миром и собственно говоря что там происходит собственно эти самые внешние объекты соотнесенные с внутренним миром до средней с ценностями которые какие какими-то которые там в голове у человека присутствует описанные сенсорика соотнесенная они вызывают как раз те самые самые эмоции самые реакции самые сигнальные вот по большому счету мы говоря о сигнальных эмоциях обращаем внимание на то что это тесно это эмоциональная реакция тесно связанная с социальным выживанием социальным взаимодействием и которая близка констинктивным реакциям и напрямую завязана на биохимию организма именно поэтому они являются сигнальными когда возникает что поле человека у него возникает какая-то на эту ситуацию эмоциональная реакция которая не осознается а которая возникает мгновенно а и включая в том числе тело готовит какой-то соответствующей реакции результате то есть вот больше там ближе к природе к жизни никаких эмоциональных реакций именно поэтому а вот такие эмоциональные сигнальные потому что по ним по ним очень интересно в том числе видеть и наблюдать что происходит до происходящее в мире как как отзывается человека человека внутри что мы по ним пройдемся немножечко до рисовать мы их не будем до двух словах расскажу расскажем так чтобы вам было понятно как их опознавать как их ну то что мы называем калибровать а у себя и у других да по каким признакам ну мы потом наверное где-то под видео оставим ссылки да существует существует для компьютера программы тренажеры по этим самым эмоциями их куча картинок именно поэтому их рисовать не будет вот но так конечно на себе будет пока с помощью лицевых мышц уже тренировали да ну а что да начнем мы начнем наверное с радости да конечно с радости конечно начнем с радости радостно радостно начнем с радости да вот все вот так как то просто все было бы вот тут такая радость да неожиданная хорошо собственно эмоция сигнальная радость не ну не та которая продолжительная а которая именно быстро включилась вот здесь вот морщинки потому что подняты вот здесь вот щеки улыбка улыбка поднимает вот радость она как правило там короткая ну если мы говорим после именно про сигнальные эмоции туда они конечно короткие что-то произошло там в поле зрения человека появилось причем появилось появилось что-то хорошее для человека да то что с его ценностями соответственно соотносится до его какая-то ценность что-то важное для него что ценное для его реализовалась реализовалась неожиданно для человека если он а если он планировал если он ожидал там ну будет будет немножечко другая, немножечко другая будет мимика, и именно что-то против того, конечно, не будет, потому что тут по плану, да, происходит, вот. То есть, фактически, да, это должно быть неожиданно, для того, чтобы человек искренне обрадовался, то что мы называем искренней улыбкой, искренней радостью. Вот, если человек, там, условно, предполагал, что может что-то случиться, ну, скорее, это будет удовлетворение, там, о, как-то, спокойно, но не сигнальную эмоцию радости, мы увидим все, что угодно, но сигнальная эмоция радости, только если ситуация была неожиданная. И сразу мы, наверное, будем там некоторые примеры приводить, да, если где-то в переговорном процессе вас спросили о стоимости услуг, да, или о каком-то вот, как это все будет происходить в некоторых условиях, вы озвучили, например, какие-то условия, озвучили стоимость, и в этот момент у человека мелькнула на лице радость. Ну, что мы можем предположить, да, за этим? Это значит, что вы, ну, если ничего больше в этот момент не произошло, да, только озвучивалась цена, наверное, вы ее маленькую сказали. Человек, видимо, предполагал, что это будет, ну, низко выше, наверное, а тут такая радость, да. Приятная неожиданность. Приятная неожиданность, да, это значит, что нужно срочно что-то там, наверное, корректировать, да. Вот, дальше. Следующая, следующая эмоция, ну, давайте, например, удивление тобой. Эмоция, которая, если мы ее захотим демонстрировать, нам, наверное, это самая сложная для демонстрации эмоция. Очень расслабленные здесь веки, поднятые брови, широко раскрытые глаза, расслабленная чуть-чуть отвисшая челюсть. Ну, фактически, когда говорят, от удивления челюсть отвалилась, а челюсть отпала, это вот критерии оценки, да, то есть если вы заметили, что вы говорите человеку что-то, у него челюсть отпала, то есть вот здесь, на этом уровне расслабились мускулы, и даже если у человека рот закрыт, да, губы сомнуты, то все равно уровень расслабления заметен. Поэтому здесь как раз таки детальки калибровки, они, да, тренируйтесь, все видно. Эмоция говорит нам о том, что произошло, произошло что-то, что для человека не укладывается в его картину мира. то есть какой-то факт, причем вот, ну, именно факт, нельзя от этого отмахнуться, это реальная есть. И что-то такое произошло, чего человек не ожидал увидеть. Ну, либо вообще не ожидал увидеть, либо не ожидал увидеть в этом контексте, прямо именно в этом контексте. Вот, то есть кто-то, кто-то сделал что-то такое, прямо, вот, ну, сильно неожиданное, да, выбивающиеся из, там, то, что называется разрывом шаблона, да, в некоторых там около трансово-гипнотических темах, да. Фактически, фактически удивление – это именно что легкий транс. То есть мозгу нужно срочно начинать там собирать дополнительную информацию, да, выяснять, что происходит, ну и, соответственно, если вы видите эмоцию, эмоции удивления, метнувшие, эмоции удивления, ну, значит, человек не был готов к тому, что происходит сейчас. Опять же, если это в контексте, если это в контексте переговоров, то вы сделали или предложили что-то, на что человек вообще никак не готов был это здесь увидеть. Причем, ну, там не факт, что оно плохое, да, там, как правило, потом удивление будет переходить в какие-то другие эмоции. В первую очередь, удивление показывает, что человек этого не ожидал. Дальше там может быть все, что угодно. Может быть, это неожиданность приятная, и тогда там следом за этим, может быть, там будет радость, ну и другие там коммуникативные. Может быть, неожиданность какая-то другая, неприятная, да, вот, может быть, какая-то еще. Но первое, первое, это именно, что вот не было такого, никогда такого не было. И теперь, уже зная о двух эмоциях, вы, когда делаете другому человеку сюрприз, вы уже можете отличить. Он неожиданно порадовался или он даже удивился, да, то есть этот факт для него вообще был возможен даже теоретически, и тогда там будет неожиданная радость, или этого в его картине мира вообще не могло быть, и тогда это будет удивление. Следующая, следующая эмоция – страх. Посмотрим. Страх возникает на лице человека, когда он сталкивается с какой-то угрозой, которую он предотвратить не может. То есть угроза, угроза есть, да, угроза какому-то его критерию происходит, видна, но он не может ничего по этому поводу сделать. А, и тогда возникает, да, тогда там напряжение здесь, под глазами, там глаза открываются не так, как у удивления, там, ну, как у брови напряжённые, поднятые, вот прямо здесь вот там белое видно у глаз, напрягается. Я очень вытрированно показываю, да, вы понимаете, напряжение, напряжение вот здесь, напрягается челюсть, может… Вот при удивлении, при удивлении раскрываются глазки и остаются расслабленными, и брови поднимаются дугой, и нижняя челюсть отпадает, да, за счёт расслабления мускулатуры у страха, глаза раскрываются широко, чтобы лучше видеть всё это, чтобы ничего не упустить, и веки нижние и верхние являются, остаются напряжёнными, и нижняя челюсть тоже фиксируется, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вы можете видеть точки напряжения, уголки губ как бы немножечко тянутся в стороны. И ещё раз, да, страх, страх, угроза неотвратимая, то есть человек не может с ним ничего сделать. Давайте сразу, сразу рядышком со страхом расскажем эмоцию, такую эмоцию, как гнев. Ну там, гнев, раздражение в разных этих, давайте мы... Это разный уровень интенсивности, да, но мы понимаем, что как только возникает угроза, возможность либо страх, либо гнев. У нас много разных слов, да, для разных эмоций, ну, мы давайте будем понимать, что есть у эмоций смысл, да, есть интенсивность, есть просто там опять-таки разные слова. Эмоция гнева, эмоция возникает в таком случае, когда возникает какая-то угроза, 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 которую надо предотвратить. Угроза значимому критерию, которую предотвратить можно и нужно, и взять и делать всё. Вот, соответственно, если мы говорим про невербалику, там сходятся брови, вперёд, там, переносится, нависают брови, могут раздуваться... Это вот когда гнев, который мы называем яростью, да, то есть интенсивность высокая, тогда мы действительно можем и заметить вот эти изменения. И губы? Губы плотно сжимаются. Плотно сжимаются, да. И напряжение возникает вот здесь, там, где работают жулаки, где челюсти, мышцы, которые смыкают челюсти. И вот если страх – это напряжение в уголках губ, то гнев – это напряжение вот в этих местах. Ну и, собственно говоря, вот тут очень интересный момент, обратите внимание на то, что страх от гнева отличается практически только одним, да, только уверенностью в том, что ты можешь или не можешь предотвратить угрозу. И там, и там угроза. Если угроза есть, если я верю, что я с этим справлюсь, возникает гнев. Исключительно внутренний. Если я не верю, что я с этим справлюсь, возникает страх. Ну, или если я уверен, что я с этим не справлюсь, возникает страх. И от этой уверенности зависит то, какая биохимия включится в организме, да. Это, там, повышенная тоза кислорода, да, глубокое дыхание и кровь побежала. И это активность для преодоления угрозы. Либо это замереть, это сужение, там, кровеносных сосудов сделаться. Тише, меньше, не наметен, да. Страх закупит другое состояние. Дальше. Следующая эмоция – печаль. Эмоции печали возникают в тех ситуациях, когда что-то хорошее, что существовало в нашей жизни, потеряно, к сожалению, безвозвратно. То есть, что-то, какую-то ценность, или, там, что-то еще, может быть, там, человек. То есть, как это будет выражаться, на самом деле, в сенсорике, неважно. Главное, что эта сенсорика связана с какой-то внутренней ценностью, да, и эта сенсорика перестала присутствовать. И, как следствие, мы считаем, что ценность нереализована. Ну, в смысле, закончилась, да. Очень-очень важно в этих самых эмоциях, это очень важный момент – это то, что мы… Там все очень субъективно. Если мы считаем, что что-то невозможно вернуть, то, думая об этом, возникает печаль, да. Точно так же, как вот со страхом и с этим, да, если у нас там внутренние установки, и здесь, кстати, тоже вот пересечение эмоций с убеждениями, с теми самыми установками, картой мира человека, да. Уверен в себе, значит, будет гнев в ответ на угрозы какие-то. Не уверен в своих силах, будет страх. Уверен, фактически, в светлом будущем, да, в том, что все хорошее можно вернуть, да. Уверен в этом печали не будет. Уверен в том, что все осталось в прошлом, да. Детские золотые годы, да. Только в детстве, да. Как же так, настоящее мороженое только вот тогда, да. Настоящее счастье только в детстве. Уверен, уверен в таких вещах. Все, при взгляде на мир будет возникать печаль. При воспоминании о прошлом будет, ну, естественно, будет наступать печать, потому что в прошлом осталось много всего хорошего. Вот здесь тоже такая калибровочка небольшая. Не только по эмоциям, но и для себя. Как только вы замечаете, что вы начинаете в прошлое обращаться с идеями, там, вот раньше-то как было хорошо, да. Типа вот раньше-то вон какая была штука, а сейчас вот такой штуки нету, да. На этом стоит себя ловить, вот. И срочно как бы находить замену всему этому, наверное, в настоящем. То есть погружаться в печаль и в прошлое, это, наверное, не самая прикольная стратегия, не самый хороший эмоциональный сценарий. Да, но самое грустное бывает, когда люди с печалью смотрят в будущее, да. Такое тоже может быть, отслеживаете, если есть у вас какие-то планы, вы смотрите на них с печалью, да. О чем это печаль? Находите альтернативу. Следующая эмоция – эмоция отвращения. Эмоция, с которой мы смотрим на что-то, что нарушает наши критерии, нарушает наши значимые и ассоциированные критерии. То есть, фактически, ну, наверное, в природе, откуда это все пришло, да, эмоции, отвращение, наверное, в большей степени связано было с выживанием. Потом какая-то древняя обезьянка берет банан, банан нюхает, если банан по запаху ей не нравится – фу. Да, это самая быстрая сигнальная система, да, когда, если у нас в теле все нервы, идущие там вот в правой половине тела, на левую часть мозга и наоборот, то обонятельные нервы, они напрямую, да, то есть не перекрещиваясь. Скорость поступления информации в мозг максимально быстрая. Вот, понятно, что это важный элемент, поэтому ценность выживания имеет огромное значение. При этом сейчас, в современном мире, эмоции отвращения связаны не только с чистой биологической функцией, но и отчасти с социальной. То есть, если есть некоторая ценность, ценность, которая для человека является настолько, является, она является, ну, ядром его личности, например, да, или чем-то, чем-то неотъемлемым от него, то есть чем-то таким, что вот это прям вот, а это не просто ценность, что есть я, а есть что-то для меня важное, а это, ну, неразрывно со мной связано. Это уровень вот абсолютной принципиальности, за которую человек, что называется, жизнь готов отдать, да, то есть вот как только возникают такие идеи, что для человека что-то является архиважным, то ценность взлетает на уровне значимости, жизненной значимости. И тогда мы можем говорить о том, что если при нарушении такой ценности будет возникать эмоция отвращения. И тогда, тогда человек вот таким вот образом, да, морща вот здесь вот, морща нос, поднимая, поднимая вот здесь вот складки, морща бунгой, так вот делая, реагирует на то, что, например, там кто-то достает телефон, который сильно нарушает его, его критерий, там кто-то может на что-то пишет, или он видит там в интернете что-то, что там нарушает, нарушает вот такое вот ассоциированное значимое для него. Или там вплоть до того, что реклама может быть чего-то, ну, что противоречит вот тем самым, да, ассоциированным ценностям человека. Фу будет сразу фу. Вот. Ну и чего? И последняя эмоция, да. Эмоция презрения. Эмоция, когда мы смотрим на что-то, смотрим на что-то происходящее в мире, и как бы из идеи сравнения. Сравнение вот у них вот так, а у нас вот так. Ну, причем у нас лучше, да? Однозначно. Да. Мы-то как бы вот, мы-то знали, что так случится, а они, например, нет, да? Да. Или вот что-то такое, опять-таки, что-то такое человек пишет, да, а оно как-то так вот… Так себе. Так себе. Вот я бы так точно не сделал, да? А он как бы сделал. Ну-у-у-у. Так вот такая вот штука. Да. Сравнение, которое всегда в свою пользу вызывает эмоцию презрения. Если сравнение будет не в вашу пользу, то не возникнет эмоции презрения. Потому что там возникнет что-то другое. Потому что если у другого человека что-то там лучше вдруг оказалось, да, ну, там, вы можете за него порадоваться. То есть если вы там глубоко позитивный человек. Вы можете, там, испугаться, например, как это так, это у него есть, а у меня нет, а-а-а-а-а, да? Вы можете прогневаться на тему того, что там что-то у него есть, а у меня нет. Сейчас я все сделаю, да? Вы можете опечалиться, потому что, типа, там, ну, вот опять вот такая вот фигня случилась, да? То есть это уже, а, это уже вот следствие, следствие того самого внутреннего мира, да, и, собственно, говоря, те самые эмоциональные сценарии, в которых мы говорим. излюбленные эмоции. Мы можем говорить о том, что, о том, что люди, ну, в силу, в силу, опять же, определенных причин, вот здесь мы сейчас, наверное, сильно в них не будем углубляться, там могут быть и убеждения, и наборы убеждений, там могут быть и какие-то метапрограммные комплексы, то, о чем мы говорили, или упоминали в нашем видео про профайлинг. То есть какие-то особенности, опять же, мировоззрения человека, да, там и, повторюсь, и убеждения, и просто видение мира. Но глядя на лицо человека, мы по каким-то вот по морщинам, залегающим, по напряжениям привычным. То есть когда человек находится в более-менее расслабленном состоянии, на лице, тем не менее, у него есть вот рисунок некоторой напряжений, морщин, да, там, зажимов. Ну, каждая эмоция, как вы уже поняли, имеет свой мышечный рисунок напряжения. И когда эмоция часто проявляется, вот те самые морщинки, которые проявляются естественным образом, часто повторяясь, да, формируют, ну, залегающие морщины, мы можем говорить, что сформировались мимические морщинки. И мы, собственно, говорим о том, что вот это вот базовая эмоция человека. Базовая не потому, что он… Вот он такой родился, да? Такой, да. Базовая, скорее статистически базовая. То есть он ее часто испытывает, чаще, чем остальные, например, эмоции. И причины, по которым человек эту эмоцию испытывает чаще, чем другие, они могут быть вот абсолютно разные, да. Но зачастую это привычные реакции внутри семьи, когда ребенок привыкает каким-то образом на что-то реагировать, и такая реакция дает ему лучший результат, что называется, да. Привык ребенок печалиться и своим несчастным видом получать подарки, конфетки и все такое, значит, он будет часто эту эмоцию испытывать. привык ребенок гневаться и требовать, и тем самым продавливать родителей. Ну, значит, эта эмоция чаще будет у него запускаться как привычное дающее результат, ну и так далее. И, собственно говоря, по вот этой вот базовой эмоции человека мы, конечно, можем смотреть, можем выяснять, да, делать предположения о том, как устроен его мир, что ему проще делать, что ему сложнее делать в его жизни. Вот. Но, наверное, наверное, не только это нас интересует, но, наверное, и интересно, что делать-то с этими самыми штуками, что делать с своими привычками эмоциональными. Или мы чего-то, парочку упражнений. Да, парочку упражнений мы расскажем. Ну, прежде чем мы начнем говорить, мы упомянем такую очень важную вещь, но мы часто на это обращаем внимание, что нет хорошего и нет плохого. Да, казалось бы, эмоции позитивных, то, что мы примутим называть их там, это не радость и удивление, а остальные вроде как-то так себе, да. Но вопрос не в том, что так себе. Все эмоции имеют свое значение, они все нужны и все нужно уметь реализовывать, проживать, потому что это стратегии нашего социального взаимодействия. Чем больше вот стратегий в вашем репертуаре, тем вы гибче, тем вы эффективнее и тем проще вам жить, общаться и достигать своих целей. Вот. Поэтому посмотрите на все эмоции именно с такой стороны. Да, есть, конечно, привычные вам, которые у вас легко запускаются на автомате. Посмотрите на те, которые вам непонятны. И вот для этого у нас есть упражнение. Первое упражнение очень простое. Его, кстати, очень во многих местах оно встречает, не имея отношения к нему и к нему остальному. Утром, ну, прежде всего, конечно, вы в интернете посмотрите, как выглядят самые эмоции. То есть не то, что я здесь кривлялся, да, посмотрите на картинках доктора Лайтмана, да. Вот. И утром просто перед зеркалом, где-то рядом с процессом умывания, эти самые эмоции можно себе покорчить. Гнев построить, радость. Прям вот, ну, сделать ее, да, радость и подержать. Просто какое-то время подержать, прямо вот, там, сколько-то секунд. Или гнев. Сделать гнев и просто держать его, удерживать какое-то время, опять же, тоже, там, наблюдая и за внутренним состоянием, и наблюдая за тем, как вы держите. То есть привыкая, привыкая, тем самым тренируясь, тренируясь эмоциями управлять, вот, ну, через гнев, в том числе. То есть через, ну, то есть замечая вот эти вот внутренние процессы, которые происходят. Каким образом запускается биохимия? Вот мы иногда говорим об этом. Наверняка вы читали или слышали о том, что если вы хотите изменить свое настроение, начните улыбаться. Вот. Да, это, конечно, прикольная тема, но там есть один нюанс, о котором в этих книгах не пишут. Если вы будете просто улыбаться, высока вероятность, что вы натянете ту самую фальшивую американскую улыбку. И ничего не произойдет. Чтобы запустить биохимию, нам нужно организму объяснить, чего вы от него хотите. Следовательно, вот те мускулы, которые создают мышечный рисунок радости, эмоций радости, и запускают вот эту самую биохимию. Поэтому улыбаться нужно правильно, для того, чтобы у вас действительно поменялось состояние. Вот такая простая фишка, но она очень мощная. Таким образом вы можете включить в себе радость, вы можете включить в себе активность. Тренируешь что? Книг. А если вам нужно порефлексировать, подумать, проанализировать прошлый опыт, какая эмоция лучше всего подойдет? В каждой эмоции есть мощные ресурсы. Поэтому тренируйтесь. Самое главное, чтобы эти самые ресурсы вы понимали, понимали, что какая-то эмоция вот она для вот этого, вот это для вот этого, вот это для вот этого. И могли в нее переходить. А второе упражнение, оно, собственно говоря, не менее простое. После того, как вы научитесь вот эти самые эмоции держать на лице, дальше вы находите то, что вас цепляет каким-то образом не нравящимся вам. Есть, например, что-то по поводу чего вы испытываете печаль. Причем так вот постоянно. То есть стоит вам о чем-то подумать, о каком-то объекте, о каком-то событии в вашей жизни. Возникает печаль. Ну, там, автоматически. Или стоит вам тоже представить, какая ситуация возникает, например, гнев. И предположим, что вам не нравится ни печаль, например, возникающая здесь, ни гнев, возникающая здесь. Вы хотите чего-то другого. Вот. Чтобы это самое другое было, упражнение простое. Подумайте для себя, ответьте на вопрос. Вот в этой ситуации, о которой вы думаете, в ситуации, в которой вы гневаетесь, например. В этой ситуации, чего является, какая эмоция, там, с вашей точки зрения, является самой неадекватной в этой ситуации. То есть самый, там, ну, фактически наиболее далеко… Неподходящий. Самый неподходящий. Странный, неадекватный. Самый странный, да. Наиболее далеко фактически отстоящее от того, что вы испытываете. То есть это упражнение на раскачку. Упражнение попросту на раскачку гибкости. Дальше, давайте, например, вам по телевизору какой-то сюжет зацепило, сильный сюжет зацепило. Вы смотрите, и вы такой, блин, так нельзя, это же вообще вот… Вот. Хорошо, найдите этот сюжет. И вам не нравится, например, происходящее, да. Вы как-нибудь хотели бы по-другому, но вот не можете не гневаться по этому поводу. Хорошо, найдите этот сюжет в интернете, ну, чтобы вы его могли повторять, да, себе, например. И все. И какая эмоция? Удивление, радость, не знаю, выберите, печаль, ну, какая для вас эмоция является вот самая, самая здесь вот вообще непонятная в этой ситуации, да, самая нелогичная. И ваша задача очень простая. Вы эту самую нелогичную эмоцию берете, там, радость, например, да, вот, и удерживаете ее на лице радости. И вы запускаете вот этот вот ролик, который вы там, на который вы гневались, ну, и что, предъявляете себе то, на что вы гневались с радостью. И вот вы держите ее, да, и смотрите, там будет лицо, конечно, меняться вот так вот, и вы держите радость. Если чувствуете, что что-то там сползло, ну, поставили на паузу, вернули радость опять. Это, кстати, очень прикольное упражнение на понимание себя, на управление собой, и на выход из шаблонов эмоционального реагирования, да, когда мы говорим о том, каким образом можно менять эмоциональный сценарий, да, то, что у нас привычно на что-то запускается, да, вот таким образом. Нужно потренировать, и нужно спровоцировать вот такие коллапсы, да, вот такие несоответствия. Тогда мозг начнет переучиваться, и тогда вы сможете очень гибко переключаться между эмоциональным сценарием. и давайте критерием, наверное, ну, критерием первого упражнения, там простой, вы эмоцию включаете, начинаете чувствовать, что у вас меняется состояние. Подержали, переключаете другое. Критерием второго упражнения является некоторое такое легкое офигевание. То есть, если у вас получилось удерживать достаточное количество времени, да, вот это, например, радость по тому, что вас гневало, у вас, ну, внезапно становится очень легко ее удерживать, и при этом внутреннее состояние какое-то такое отрешенное включается. какое-то время... Почти что дзен. Почти что дзен, да. Собственно говоря, да, почему это упражнение рекомендуется именно с неадекватной эмоцией, чтобы в голове, наверное, как можно больше, как можно сильнее изменились эти самые нейронные связи. То есть, можно, конечно, его делать и в формате включения эмоций подходящей. Вот. Ну, лучше, наверное, сначала немножечко раскачать. Да, раскачать и научить свой мозг разным вариантам. Вот, чем непривычнее для вас какая-то эмоция, тем больше внимания этой эмоции нужно уделить. Если какая-то эмоция для вас является вот той самой базовой, да, если вы за собой знаете, что вот оно у вас так всегда, да, там, не знаю, печаль всегда, там, страх всегда, ну, по-разному может быть. Ну, с другой стороны, бывает, зачастую бывает так, что люди не отслеживают, да, какие-то эмоции. Ну, тогда вот возьмите фотографии или видеозаписи, когда вас снимали, не, как, не ставя вас в известность, да? Где вот не позировали, вот так? Да. И вот там как раз таки по вот этим фотографиям вы отследите, да, что обычно у вас на лице. Вот это очень непривычно, но тем не менее очень полезно, да, после этого раскачивать все остальные будет вам проще. Вот. И, собственно говоря, вот они, да, упражнения. И, ну, наверное, такой, не знаю, вариаций на тему второго, да, может быть, третьего упражнения. Если вам не нравятся какие-то эмоции у других, ну, то есть направленные на вас, ну, вы их можете использовать точно так же, как вот некоторые элементы мира. Берете фотографию, например, из интернета скачаете эту эмоцию, ну, не нравится, например, кому-то, когда на него гневаются. То есть на него как только стоит вот так вот сделать, на него гневно посмотреть, и у него сразу включается там страх, паника, там что-то еще такое, да? Вот иногда говорят на меня, там, руководитель как посмотрит, и все, у меня душа в пятки уходит, да, или там вот терпеть не могу какую-то коллегу, у нее как-то смотрит она на всех, да, или на меня, да, тоже там прям хочется ее ударить. Это вот как раз таки те самые моменты, о которых мы говорим, да, то есть не обязательно человек действительно как-то специально на вас смотрит, он вообще в своей реальности находится, ну, попали вы в поле его зрения, а у вас запускаются свои личные сценарии. Для того, чтобы их перезаписать, чтобы их можно было трансформировать, ну, осознайте эти вещи для себя. Тогда вы действительно можете взять вот эту вот фотографию с интернетом, эмоции, которые вам нравятся. И также с ней не поступать. Распечатайте, ну, или просто на экране перед собой, смотрите на нее, и включайте какую-то вашу эмоцию, вот которая неадекватная, или которую вы хотите. То есть раскачивайте. Собственно, вы тем самым эти самые сценарии свои эмоциональные и меняете. Вот. Ну что? Это так. Вопросы. Вопросы, если есть, прямо пишите, сейчас будем отвечать, потому что, в принципе, мы рассказали, что хотели. Вот. Пробежались, да. На тренингах обычно мы эти упражнения, естественно, делаем прям как бы вживую, все нормально, люди проверяют, да. Здесь мы можем, как вам сказать, типа там, ну, вот сделайте, да. Если хотите, сделайте. Если не хотите, ну, значит, не сделайте. Да, как и все остальные знания, но УПИ – это чистая практика. То есть понимание, знание – это хорошо, но навык калибровки, навык отслеживать эти эмоции, видеть мышечное напряжение, расслабление, уметь управлять своим лицом – это действительно только практика. Собственно говоря, чего? Вопросов у нас… Вопросов нет. Как бывает часто, мало, сейчас вообще нет. Ну, это значит, что мы говорим понятно. Вот. Предполагаем, что вот так вот. Ну, что? Тогда всего доброго. Тогда до новых встреч в эфире NLP TV. Подписывайтесь на наш канал, будем рады. Задавайте вопросы в комментариях, задавайте вопросы к видеозаписям. Мы всегда их читаем, отслеживаем, принимаем к сведению и пишем по вашим пожеланиям следующие видео. Ну что? Пишите, пишите нам, да, пишите вопросы. С предложениями, о чем еще рассказать, показать или попробовать. Обязательно это делать. До встречи. До встречи в эфире NLP TV. Самое полезное TV в мире. Продолжение следует... Продолжение следует.